Представляю вашему вниманию работу под названием «Экспериментальное исследование конденсации на поверхности труб методом кредиентной теплометрии». Улучшение экономичности тепловых электрических станций во многом связано с модернизацией существующего и созданием нового оборудования. Так, с увеличением толщины конденсатной пленки, увеличивается недопреждачность воды и, как следствие, перерасхоз условного топлива. Анализ литературы показал, что одним из возможных способов интенсификации теплообменов является наклонение труб от вертикали. Цель нашей работы – применить и опробировать метод кредиентной теплометрии, определить оптимальный угол наклона труб и наметить перспективы развития данной работы. Модель конденсации, созданная Вильгеримом Муссельдом, обеспечивает достоверный расчет средних коэффициентов теплодачи при конденсации на поверхности вертикальных и горизонтальных труб. Единой теории про теплообменов при конденсации на поверхности наклонных труб не создана. На слайде представлены основные формулы, на которые ссылается большинство исследователей. При наклонном положении трубы течение разделяется на две области – на поддонную и основную. Конденсат, образовавшийся на поверхности трубы, стекает в поддонную зону и продолжает свое движение вдоль трубы. Поддонная зона занимает незначительную часть поверхности, а большую часть поверхности занимает основная зона, в которой характерна минимальная толщина конденсации. Учет многочисленных факторов, влияющих на течение и теплообмен при конденсации, делает формулы весьма громоздкими и практически не применимыми на практике. К настоящему времени сформировалась обширная база экспериментальных работ. На слайде приведены примеры экспериментальных установок. Основным методом является метод термометрии, которому присущи неусронение недостатков. Это инвазивность, необходимость в претензионном монтаже спаек и инерционность. Мы использовали новый метод исследования теплообмен при конденсации градиентной теплометрии, успешно развиваемый на кафедре теплофизико-энергетических установок с 1996 года. Градиентной датчик теплового потока представляет собой инезотропный термоэлемент. Вследствие инезотропии теплопроводности, градиент температуры имеет две составляющие. Каллинеарную и нормальную вектору плотности теплового потока. Поперечный эффект диабета, обусловленный анистропией электрофизических свойств, приводит к появлению термоэдрес, которая пропорциональна к плотности теплового потока и площади датчика. Постоянное время датчика составляет 10 наносекунд, что позволяет считать практически безинерционным. В опытах применялись, разработанные на кафедре в 2007 году, гетерогенные градиентные датчики теплового потока из композиции никель-сталь, которые представляют собой тонкую пластинку с искусственной анистропией. Микроструктура такой композиции представлена на своей. В экспериментах использовалась трехпроводная схема подключения датчиков. Для этого к каждому датчику припаивались два медных и один константантный труб. Для теплометрии необходимо было снять показания с двух медных проводов, а для термометрии подключиться к паре медик-константан. Датчики мотировались в заранее подготовленных выборках в запад лицо с наружной поверхностью. На слайде представлена схема экспериментальной установки. Пар подавался из парогенератора, мощность которого регулировалась от 5 до 12 кВт. Расход воды также регулировался. Конденсат с поверхности трубы отводился от конденсата сбора. Предусмотрены отклонения измерительного участка от вертикали в диапазоне от 0 до 90 градусов, что соответствует горизонтальному положению трубы. И поворот вокруг собственной оси в пределах от 0 до 180 градусов. На валерности трубы установлены 4 гетерогенные подъекты датчиков теплового потока и 8 медико-константанных термопатов. Их сигналы подавались на измерительный прибор N339, выходные сигналы фиксировались в видеокамеры, далее запись подавалась для обработки в компьютер. И по результатам строятся временные теплограммы. В эксперименте моделируется теплоген на одну из труб регенеративного подогревателя. Экспериментальный участок представляется в схему труба в трубе, где внутренняя трубка выполнена из нержавеющей стали, а наружная из резинового рукава. Конструкция стенды разделена на неподвижную и поворотную части. Неподвижная часть включает в себя стойку, неподвижную стойку и делительный диск. Поворотная часть включала удолковую балку. К одному реку, который фиксировался второй делительный диск, а к другому реку перебилось экспериментальный участок. Так как конденсация при отклонении трубы от вертикали является неосисимметричным процессом, то необходимо было исследовать теплоген по всему периметру трубы. Для этого мы установили гетерогенные градиентные качки теплового потока на одной образующей и обеспечили поворот экспериментального участка относительно собственной оси. Несколько слов о регистрации сигналов. Современные аналоги цифровые преобразователи позволяют фиксировать сигналы микровольтового уровня, но на том же уровне находятся и электромагнитные помехи, которые, как вы видите, затрудняют анализ экспериментальных данных. Для записи термо-эдэс нами был создан специальный измерительный прибор на базе самопишущего ампер-вольтметра N339. В нем пишущий элемент мы заменили на зеркало и лазер, луч которого отображался на удаленной шкале. Далее выходной сигнал фиксировался видеокамерой, подавался в компьютер для проводки, и результаты строились временные теплограммы. Относительная стандартная неопределенность измеренной термо-эдэс не превысила 2%. Переходим к результатам экспериментов. Применение с градиентной теплометрией, исследуем теплообмены при конденсации, проверено на вертикальной трубе. Пары охлаждающего вода двигались в противотоке. Пар подавался в межтрубное пространство, а охлаждающая вода снизу в трубку из нержавеющей стали. В результате экспериментов выяснилось, что датчик номер один находился незаподлицом с наружной поверхностью трубы, поэтому его показания далее рассматриваться не будут. На слайде представлена временная теплограмма, построенная под показанием трех других датчиков. Пульсация плотности теплового потока свидетельствует о нестационарности процесса тепловмена при конденсации. Пики могут быть связаны с течением риулетов, либо с полнообразованием на поверхности трубы. В результате средней длинии вертикальной трубы коэффициент теплодачи составил 6,06 кВт на метр квадратный на кепель. При этом расчет дал показания 6,1 кВт на метр квадратный на кепель, что, как вы видите, весьма близко. Адекватность теплометрии проверена и при конденсации на горизонтальной трубе. На слайде в полярных координатах представлена угловая теплограмма, где плотность теплового потока представлена в безразмерном виде. Для этого при отклонении трубы на угол ФИА, правильный ФИА, значение плотности теплового потока относилось к его значению в лобовой точке. Во всех трех сечениях распределения плотности теплового потока имели одинаковый характер и были практически одинаковыми. Поэтому на слайде представлено среднее распределение плотности теплового потока по периметру трубы. Минимум плотности наблюдается между уголами ФИ от 120 до 240, что обозглавлено скоплением конденсатора в нижнем секторе трубы. Средний по периметру горизонтальной трубы плотность теплового потока составила 5,79 км2 на кельне. Расчет по формуле Нысел дает значение 6,05 км2 на кельне. Отличие значений не превысило и 5%. Подтвердив применимость градиентной теплометрии для исследования теплометрии конденсации на горизонтальной и вертикальной трубе мы перешли к экспериментам на лунной трубе. На слайде представлены некоторые угловые теплограммы, полученные при отклонении трубы от вертикального угла 20, 50 и 70. А полная картина представлена в приложении к работе. В первом сечении при всех углах отклонения максимум плотности теплового потока сохранялся в лобовой точке. В первом сечении соответствует черная линия. Во втором сечении, которому соответствует красная линия, при отклонении трубы на 20 градусов распределение плотности теплового потока принимало равномерный характер. То есть, как вы видите, распределялось равномерно. Но при отклонении трубы на около 50 и 70 максимум плотности теплового потока смещался в нижнюю часть трубы, что может быть связано с отрывом конденсатора поверхности. Интенсификация вызвана изменением в течении конденсатной пленки. При небольших углах отклонения поддонная зона образуется, но толщина конденсатной пленки распределяется равномерно. Расчет неопределенности исследований выполнен согласно действующему ГОСТу, принятому в 2012 году. Относительная неопределенность измерения плотности теплового потока составила 4,5%, а рассчитанное коэффициент теплоотдачи 5%. Таким образом, в работе подтверждена применимость прадиентной теплометрии при исследовании теплообмена при конденсации. Пилотные результаты свидетельствуют о максимальной интенсификации теплообмена при отклонении трубы на угол 30 градусов от вертикали. Градиентная теплометрия позволяет оценить распределение коэффициента теплодачи по периметру трубы, определить положение поддонной зоны, что особенно важно для дальнейших исследований по теплообмену при конденсации в пучке труб и на трубах со сложной геометрией. Спасибо за внимание. Буду рада ответить, что у вас вопросы. Сначала инцидент задает несколько вопросов. Первое. Чем обусловлены выбор композиции для гетерогенных гетерогенных датчиков теплового потока, их размеры и расположения? Спасибо. На кафедре теплофизико-энергетических установок в настоящий момент создан целый ряд различных гетерогенных гетерогенных датчиков теплового потока. Основные требования, которые мы поставили перед датчиками, это, во-первых, коррозионная стойкость материалов, способность их работы во влажной среде и в среде с повышенной температурой, размеры датчика, выбранные из технологических соображений. В дальнейшем их форма будет меняться. Я собираюсь переходить к датчикам, аналогичным, использованным Александром Юрьевичем, то есть к устным датчикам. Так как характер течения при конденсатной пленке ранее не был изучен, мы расположили датчики на одинаковом расстоянии один от другого. Второй вопрос. Как видится второе использование гетерогенных тепловой 3 на более сложных в этих расстях? Наша научная группа уже занималась исследованием конвективного тепловой 3 на облуненных и оребренных поверхностях. Так как технология уже изучена и методика разработана, я считаю, что не составит никаких проблем заняться и этой задачей. И последний третий вопрос. Возможен ли подход к исследованию теплообмена при конденсации на пучках труб? Подход возможен. И мало того, является перспективой развития работы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как влияет расстояние от одного конца датчика до другого, от зелененького до синенького, на ЭДС? Как я уже сказала, в дальнейшем я планирую переход к узким датчикам. То есть ширина датчика значения не имеет. Вот эти слои никак не влияют? Никак не влияют. Есть определенный предел по минимальной ширине... Количество слоев влияет на датчик? На работодатчик? Да, влияет, но на чувствительность не влияет. А на ЭДС влияет? Не влияет. Не влияет. Другой, но все равно. То есть вы все равно этот прибор, так сказать, замеряете что так, что и так, да? Да. Значит, есть некоторый минимум? Какой? Затрудняюсь сказать. Я таких маленьких датчиков еще никогда не использовала, но это гораздо меньше, чем один миллиметр. То есть есть возможность, по-русски не вы говорите, минимизировать. Да, минимизировать, так сказать. Есть возможность, и мало того, я планирую это сделать. Это первая датчик, это за них еще далеко. Второй вопрос, так сказать. Значит, так как толщина, так сказать, вот самих вот этих сон как-то влияет на этот датчик или нет, вот количество, мы уже определили, что, так сказать, у нас это влияет. А толщина этих зон как-то влияет на ЭДС? Соотношение. Соотношение толщины, да, влияет и подбирается оптимальному счету. А вот что, как это, так сказать, вы объясняете, вот это все дело? Давайте начнем с того, что как изготовляется поддельная датчка. Набирается кассета, из тоненьких пластинок, стальник, стальник, стальник. Далее, она запекается. Остановитесь, вот из тоненьких, так сказать, насколько тоненьких, и как вот они выбирают? Производством градиентов датчиков теплового потока лично я не занимаюсь. Я использую их в своих установках, и, кстати, очень удачно сегодня присутствует... То есть вот этот вопрос, так сказать, вы не анализируете? Вот толщине лично я не анализирую. В дальнейшем, ну, конечно же, мне придется заняться изготовлением. Значит, вот представляется, что должна быть некоторая, так сказать, оптимальная структура, исходя из, так сказать, их теплопроводности, или нахажение количества. Она как-нибудь вот существует? Есть, 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 расчеты. Да, градиент датчики теплового потока исследуется на кафедре с 1996 года. И до сих пор непонятно, что это такое. Если у вас есть вопросы, то есть есть какие-то патенты на это? Конечно, конечно. Ну, спасибо. Ну, спасибо. Спасибо.